Смотрите в этом выпуске. Смотрите в этом выпуске. У него есть масса преимуществ, главная из которых – легкость конструкции. Спутник ТПО относится к типу наноспутников Купсат. Различные датчики спутника будут фиксировать температуру на борту, на платах и батареях, параметры электронных компонентов. Эти данные будут передаваться на Землю в режиме реального времени. По ним ученые могут анализировать состояние материалов и решить, будут ли они применяться при строительстве космических аппаратов. В будущем технология политехников может стать прорывом в создании малых спутников, сделает их использование более массовым и доступным. Проводить спутник в космос приехала представительная томская делегация. Губернатор области Сергей Жвачкин, ректор ТПО Петр Чубик, директор ИФВМ Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Псахье, директор ИФВТ ТПО Алексей Яковлев, а сопровождал делегацию Александр Чернявский, советник президента РКК «Энергия» имени Королева. Ощущения необычные, я их уже в жизни несколько раз испытывал. Это то, что вообще интересно, кусочек творчества студентов, сотрудников университета, частица нашей истории отправится в космос. И еще, конечно, гордость за то, что делается в нашей стране. За несколько часов до пуска ракеты гости побывали на стартовой площадке номер 31 и получили возможность посмотреть на грандиозный космический аппарат вблизи. А за полчаса до старта заняли свои места на наблюдательном пункте. Пункт находится в нескольких километрах от места запуска. Так соблюдается безопасное расстояние, на котором можно снимать видео и фото старта. Мы зажигаем такой космический маяк для молодежи, которые сегодня учатся, студенты, аспиранты, молодые ребята и девчата, которые работают в наших научных предприятиях. Поэтому я не сомневаюсь, что после таких мероприятий, как сегодняшний запуск нашего Томского спутника, конечно, многие из них пойдут к этому маяку по своей дороге. На бежу, ты считай. Главное, подъем. Хорошо, контакт подъема двигателя с центральной выводовым плотом. Ракета-мазвития вышла на решение плавных предприятий. Спутник томских политехников попал к месту назначения уже на следующий день. Корабль пристыковался к МКС 2 апреля, а сигнал поздравления от томских студентов Купсат Томск ТПУ-120 передаст на землю 11 мая, в день рождения университета. Всего он проработает на орбите около полугода. Томская делегация привезла на Байконур еще один груз, на этот раз документальный. Музей космодрома пополнился уникальными документами о полковнике, заместителе начальника космодрома Байконур в 50-х, 60-х годах 20-го века Александре Носове. Ректор Томского политехнического университета Петр Чубик передал в дар музею копии раритетных документов из студенческих лет политехника. Это зачетная книжка, автопиография и характеристика бывшего студента ТПУ. 55-летие эры российской космонавтики политехники отметили широко. Студенты Виртуального космического бюро космического приборостроения ТПУ создали малый учебный спутник Стратосад. Его первый запуск состоялся накануне Дня космонавтики. Спутник позволит студентам младших курсов и школьникам проводить собственные исследования в условиях, приближенных к космическим. Также в День космонавтики в ТПУ стартовал Всероссийский форум инженерия для освоения космоса. Молодые ученые представили свои внеземные разработки. Роботы для обслуживания космических аппаратов, новые материалы для космоса, усовершенствованную систему ориентации космического аппарата и программное обеспечение для его контроля. Форум инженерия для освоения космоса собрал молодых ученых-студентов, школьников из России, Казахстана и Вьетнама. Уже в середине апреля Томск и Политехнический университет посетила делегации РКК «Энергия» имени Королева. В нее вошли советник президента РКК «Энергия» Александр Чернявский, начальник летной службы РКК «Энергия», летчик-космонавт, герой России Александр Калери. На встречах с губернатором региона Сергеем Жвачкиным и ректором вуза Петром Чубиком они обсудили в числе прочего перспективы программы «Рой спутников», в рамках которой запланирован дальнейший запуск произведенных в Томске космических аппаратов. Координировать эту работу будут томские политехники. 4 апреля в Томском политехническом университете открылся международный научный симпозиум студентов и молодых ученых имени академика Михаила Усова «Проблема геологии освоения недр». В нем приняли участие полторы тысячи молодых геологов из России, Германии, США, Мексики, Китая, Индии, Украины, Белоруссии, Казахстана и ряды других стран. Студенты и молодые ученые представили свои работы по всем отраслям наук о земле, а также по вопросам переработки и транспортировки углеводородного и минерального сырья. Почти тысячи старшекушников Томского политеха стали участниками апрельской ярмарки вакансий. Они встретились с представителями 52 российских и зарубежных компаний. Свои вакансии политехникам предложили предприятия госкорпорации «Росатом» и «Газпром», «Шлюмберже», «Сибур» и другие предприятия. Новости одной строкой. Ученые Арктического университета Норвегии заинтересованы в масштабном проекте Томского политехнического университета по изучению Арктики. Свой интерес они обозначили в ходе визита в ВУЗ. В ТПУ побывали члены делегации Королевства Норвегии во главе с послом Королевства Норвегии в России Лейдульвом Намвитом. Томский политехнический университет создаст принципиально новый бесплёночный дефектоскоп для проверки качества сварных швов на трубопроводах «Газпрома», апробирует аппарат ВУАО «Газпром Трансгаз Томск». Томский политехнический университет готовится стать участником эксперимента CMS в Европейском центре ядерных исследований. CMS – компактный мионный слиноид, большой универсальный детектор элементарных частиц на Большом адронном коллайдере, благодаря которому учеными был открыт бозон Хиггса. 3 апреля стартовала акция «120 километров с ТПУ». Ежедневные ее участники, студенты, сотрудники-выпускники ТПУ будут пробегать определенную дистанцию, приближаясь к отметке в 120 километров и делиться своими результатами. Российский научный фонд подвел итоги по поддержке исследований отдельных научных групп. Так, в Томском политехническом университете гранты выиграли 6 коллективов. Они получат в среднем по 18 миллионов рублей на 3 года. Научная группа ТПУ получила поддержку Российского фонда фундаментальных исследований для разработки новых технологий 3D-диагностики туберкулеза. Политехники будут разрабатывать и модифицировать программное обеспечение. В этом году конкурс-лауреат премии Законодательной думы Томской области стал самым массовым. Претендентами названия лауреата стали 353 соискателя. Из 38 лауреатов все мера политехники, ученики лицея при ТПУ, студенты и молодые ученые Томского политеха. Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» опубликовало список 200 лучших школ страны. Лицея при Томском политехническом университете в этом рейтинге занял 8 строчку, улучшив свои позиции. В прошлом году лицей занимал 9 место. 15 политехников стали лауреатами стипендии «Бритиш Петролиум». Еще 5 научных коллективов вуза получили гранты от компании. Ежегодно компания поощряет талантливых политехников, ведущих исследования в сфере добычи, транспорта, переработки нефти и газа, геофизики, геохимии и экономики. Четыре команды Томского политехнического университета вышли в финал Всероссийской интеллектуальной игры «Сайенс Гейм». Они стали самыми лучшими из 6 тысяч участников игры, география которых распространяется от Калининграда до Владивостока. Студентка третьего курса Института социально-гуманитарных технологий Томского политеха Валерия Финашкина завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по карате, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Субтитры создавал DimaTorzok